Не перестаю удивляться тому абсурду, который происходит вокруг Соболь, это что-то с чем-то. История началась с того, что Любовь Соболь приехала, как они предполагают, к одному из отравителей из ФСБ, хотела взять у него интервью. История закончилась тем, что на Любовь Соболь завели уголовное дело за проникновение в жилище, к ней пришли с обысками, но изначально, прям в первые же минуты в информационном поле, она отставила позицию, что она просто позвонила в дверь и хотела пообщаться с человеком, не более того. Всем привет, только что вышла из ОВД в Новокосино, они очень долго ломали голову, что же со мной можно сделать, потому что я явно ничего не нарушала. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Его завели сразу после того, как она попыталась поговорить с одним из предполагаемых отравителей Алексея Навального, Константином Кудрявцевым. В ходе расследования Любовь Соболь пришла к нему домой и позвонила в дверь. Ей никто не открыл, но на место тут же приехали силовики и задержали ее. Таким образом они это преподносили, но очень хитро умалчивали о том, что Любовь Соболь в своем прямом эфире сама осозналась, что она зашла в квартиру. Я показывал эти кадры, вы могли их видеть, давайте еще раз. И сейчас я приходила к нему домой и разговаривала с предполагаемой его мамой. Она мне не открыла дверь, но мне удалось зайти к ним в квартиру, в соседнюю квартиру с их квартир, где они закрылись, с доставщиком пиццы, и они вызвали полицейских. Опять же говорю, мне удалось пообщаться с его предполагаемой мамой, когда они заказали доставщика пиццы, и вместе с этим доставщиком пиццы просто успела прорваться в тамбур их двери и попытаться увидеть этого Кудрявцева. Забавно было, кстати, наблюдать, когда под тем роликом, где я освещал эти события, мне прям убивались, рассказывая о том, что она же говорит в тамбур, а тамбур это не квартира. И я думал, как так вообще может быть, то есть вы не замечаете первых ее слов, где она говорит, что прорвалась в квартиру. Я сразу подумал о том, что когда Любовь Соболева во втором случае говорит про тамбур, это такая, знаете, подстраховочка, потому что, видимо, после первого раза ей кто-то намекнул или сама сообразила, что это ее подставляет под уголовную статью. Ну а дальше вообще, в принципе, она утверждала, что она только всего лишь звонила в дверь, полностью отказывалась от своих действий. И вот что смешно, на меня заводят уголовное дело о неприкосновенности жилища за попытку поговорить с убийцей Навального. И вот такие истории она рассказывала до последнего, полностью игнорируя все факты, которые указывают на обратное. Но я сразу сказал, вы же по-любому все снимаете на свой телефон. Покажите, просто покажите, что вы там сняли. Мы все посмотрим, убедимся, что вы просто звонили в дверь. Но потом все-таки появилась запись телефона, где она просто звонила в дверь. Но только ее уже не она выгрузила, а телеграм-каналы, которые занимаются сливами. Давайте посмотрим этот ролик для того, чтобы вопросов уже не оставалось над абсурдом происходящего. Здесь очень хорошо в этих кадрах видно, что Любовь Соболь именно физически на нее воздействует и просто прет через нее, как будто бы ее там нету. Женщина наша отталкивает ее. При этом у Любовь Соболь потом появляется вопрос, почему ее отталкивают. То есть ее это удивляет, почему ее кто-то отталкивает в этой ситуации. Почему вы меня толкаете? Дайте мне поговорить с Константином. Почему вы не хотите мне дать поговорить с Константином? Вы унесете все это? Да, конечно. Потому что воды будет еще дать. Ну все страшно. Почему вы мне не даете поговорить с Константином? Спасибо. Спасибо. Дайте мне поговорить с Константином. Не пихайте меня. Почему не пихаете? Вызывайте. Вызывайте. Я тоже вызываю. Вызывайте. Я тоже на вас вызову полицию. Интересно, когда она вызовет, что она будет ей говорить? Я ломилась квартиру, там я не пускала? Ого. Да, работает. Почему вы не даете поговорить с Константином? Не знаю, как я говорю. Не повторяйте мне. Я поговорю с Константином. Не повторяйте. Ну, казалось бы, все, ты пойман за руку, как дешевка, ты заходишь в квартиру и пользуясь тем, что у человека заняты руки, у него в одной руке куча коробок пиццы, а в другой руке бутылки с водой, она как бы заходит, и даже дверь физически не может закрыть, и Люба Соболь в этот момент проскакивает, ей, соответственно, уже никто помешать не может. Чем меня позабавили ее сторонники? Тем, что они использовали вот эту фразу женщины, ну поговорите с Константином, типа как согласие, проходите в мою квартиру, ну это же логично, что женщина полностью отрицает присутствие Константина в своих словах, и когда ей говорят, что кто-то хочет поговорить с Константином, она говорит, ну поговорите, да, если вы сейчас ко мне придете в квартиру и скажете, что вы хотите поговорить, я не знаю, там, с Дональдом Трампом, я вам скажу, ну поговорите с ним, это не будет значить, что я вас приглашаю в свою квартиру. Но это все мелочи, дальше женщина скажет напрямую выйти из квартиры, и смотрите, что в ответ на это сделает Любовь Соболь. Какая глупость. Соболь, видимо, в голове мир чуть-чуть перевернут, и когда она спрашивает, можно ли пройти посмотреть, женщина говорит на выход. А она это воспринимает, видимо, как ответ, да, конечно, пройдитесь, посмотрите. Она просто в наглую идет, открывает все двери, в туалет, в ванную, это, знаете, и смешно с одной стороны, и страшно, то есть это же какое-то безумие полное у человека в голове происходит, раз он такие вещи делает. А дальше вы уже знаете, это история, как ее задерживают за то, что она просто позвонила в дверь, потом на нее заводят уголовное дело, тоже просто так, и еще обыски у нее в квартире, просто так. Непонятно, за что вообще, что остается? Ну, либо молчать, если стыдно, либо, если имеешь какую-то совесть, признаться, сказать, что была не права. Нет, нет, это не их тактика. Она до конца прет, даже в этом случае. Смотрите, что она говорит буквально на днях после того, как уже этот ролик разлетелся. Да, то есть все эти события, когда я позвонила в дверь Кудрявцева. Вот когда-то было такое, чтобы они взяли и признались, вот я что-то не могу вспомнить. Якобы я применяла к ней какое-то насилие, хотя насилие, конечно, я и к ней никакое не применял и применять не могла. Даже сомнений никаких нету, вы вот родились и, в принципе, по своей природе не можете нарушать, ничего плохого делать не можете. По определению, конечно же, там было насилие, это когда один человек воздействует физически на другого, вопреки его воле, это именно физическое насилие. Как уже следствие будет квалифицировать, другой вопрос. Там в уголовном деле даже сам курьер пиццы научной ставки подтвердил, что ни в какую квартиру Кудрявцева я не заходила. И каких-то угроз насилия субботиной я не причиняла и не заявляла. Ну почему курьер этого не видел, я думаю, и так понятно. Он не успел, не дождался, ушел раньше времени. Но что здесь очень примечательно, это то, что она, во-первых, этими словами подтверждает курьера, его наличие, во-первых, как свидетелей, то, что он там был, и то, что очень хорошо коррелируется с ее словами, когда она сидела еще в машине в первый день и в прямом эфире рассказывала о том, что она проникла с курьером. И вместе с этим доставщиком пиццы просто успела прорваться в тамбур. Также это хорошо отражает версию Следственного комитета, где они утверждали, что она влилась в доверие курьеру для того, чтобы проникнуть в квартиру. Также там еще уточняется, что они сначала пытались проникнуть под видами дезинфекторов, надев, так сказать, костюмчики, масочки одев. Кому-то, я не знаю, на бандитское дело какое-то пришли. О том, что я якобы проникала в жилище и причиняла это физическое насилие к теще Кудрявцева. Мы обязательно победим, все будет хорошо. Решила вам рассказать чуть больше подробностей. Всем пока. Вместо своих подробностей лучше бы ты видео показала, это было бы более подробно и вместо тысячи пустых слов. Ну и конечно же вы победите, я думаю, что ни у кого в этом нет сомнения. Для нее солгать прямую в лоб ничего не стоит. Отойдем от этой истории и поговорим о том, что случилось недавно. Любовь Соболь задержали, задержали совершенно по очевидной причине. Это то, что она призывала людей на несогласованный митинг 23 января, заранее зная, что это докарается законом, заранее зная, как это будет наказываться, потому что это уже не первый раз. И когда к ней пришла полиция на квартиру для того, чтобы задержать и наказать за систематическое нарушение закона, она мне открыла дверь. Причем она мне открыла дверь даже на лестничную площадку. То есть, да, вы понимаете, есть дверь от квартир, а есть дверь от личной площадки. Общая дверь для нескольких квартир. Только послушайте, какие вещи Любовь Соболь вспомнила и что она им говорит. Вы в квартиры чужие не имеете права проходить. Стойте там. Сюда вы проходить не имеете никакого права. Квартира ломится, вы тоже не имеете никакого права. Да, пожалуйста, покиньте помещение, покиньте дом и идите по своим делам. Все. Не занимайтесь ерундой и не отвлекайте других людей от важных дел. До свидания. И в голове всплывает одна мысль. Вы не понимаете, это другое. Мне кажется, что Любовь Соболь просто пыталась подражать журналистки и CNN, но что-то пошло не так. Здравствуйте, Олег Борисович, да? Меня зовут Клариса Уорд. Я работаю в CNN. Меня зовут Клариса Уорд. Я работаю в CNN. Можно я спросить вам несколько вопросов? Можно вам спросить? Это ваша команда от Равила Навальный? Константин, можно с вами передать? Ты что, дурочка, что ли? Агнела, я память не могу. Покажите, я уйду тогда, не буду вас беспокоить. Женщина, вы что? Вы танците? Можете посмотреть? Благодарю за просмотр. Буду рад, если поставите лайк, напишите комментарий и будете распространять этот ролик там, где Любовь Соболя рассказывает, что она просто звонила в дверь, где они рассказывают, что они никогда не врут, никогда не нарушают. Будет очень приятно. И всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok